30% населения Ульяновской области сегодня это пенсионеры. Люди, которые всю жизнь трудились на благо не только нашей малой родины, но и всего государства. Теперь, когда трудовые годы для них остались позади, забота о здоровье и полезном досуге пенсионеров ложится на плечи региональной власти. 329 тысяч человек сегодня это люди старшего возраста и они должны жить в очень комфортных условиях. Начинают в жилищных комфортных условиях и заканчивая в комфортных условиях с точки зрения заботы государства. Начинают лекарственное обеспечение, медицинское обеспечение и заканчивая комфортное время проведения. Интересы граждан старшего возраста в Ульяновской области представляет в том числе и Серебряное правительство региона. В его состав вошли те, кто всю жизнь трудился на благо губернии и до сих пор остаются неравнодушным к проблемам населения. Помощь в этой работе оказывает и общественность. Самая титулованная актриса Ульяновского драмтеатра Кларина Ивановна Шадько рассказала о задачах нового ведомства. Серебряное правительство вместе с социальной защитой нашего города и области сейчас очень много разрабатывает интереснейших проектов, чем не украсить, а чем эту жизнь не прекратить, чтобы они не чувствовали себя, что все закончилось, жить нечем, нет проблем. В этом году особая тема это была социальный туризм. Наши граждане старшего поколения выезжали на предприятия нашего города, области, знакомились с работой. Почему это важно? Потому что старшее поколение в свое время трудилось на предприятиях и знает цену этой работы. И то, что сегодня делается в области, что область развивает, строятся новые предприятия, как организована работа в сельхозкооперативах наших, на других предприятиях и организациях. Для них это было чрезвычайно важно. Для тех, кто вышел на пенсию, но не потерял активную гражданскую позицию, хочет развиваться. А таких людей в 2016 году оказалось свыше трех тысяч по региону. В Ульяновской области проводят выезды по агротуризму. Старшее поколение выезжает в районы губернии, чтобы лично увидеть, как сегодня собирается урожай на полях, какая техника используется в современном мире. А летом и вовсе многие ульяновцы старшего возраста выезжали на районы и спортивные соревнования. Помимо этого, некоторые оздоровительные лагеря ввели четвертую смену, где в роли пионеров выступили пенсионеры. Вы не представляете, насколько все были в восторге. Единственное, что они теперь жалуются, что мало. Пять дней для них маловато. Они там собирались, занимались и рукоделием. Они там и читали стихи, и пели песни. Во время встречи с участниками движения за активное долголетие одним из поручений Сергея Морозова стало усиление геронтологической службы. С пенсионерами должны работать профессионалы своего дела. В каждом училище выделим группу ребят, которые после окончания медицинского училища придут работать как раз с этой категорией людей, для того, чтобы усилить как раз геронтологическую службу и чтобы у них уже было понимание. В том числе активно сейчас будем привлекать сестер милосердия к этой работе. Мы отработаем тогда вместе с Министерством образования и, по крайней мере, Корсунское училище и Заволжское подобные группы организуют. И уже в конце года мы получим ребят, которые смогут работать с данной категорией. По итогам встречи подписан план мероприятий до 2020 года по реализации первого этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 73-го региона до 2025 года. Ульяновцы должны жить долго и активно. Артем Петров, Олег Тончин, репортер 73.